Украина уже вывела из строя не менее третий Черноморского флота РФ, а украинские морские дроны становятся еще сильнее. На российской подлодке «Казань», прибывшей на Кубу, отвалилась безэховая плитка. Далее об этом и не только, подробнее в теме дня. Это Юлия Капитонова. Здравствуйте. Российские оккупанты продолжают атаковать позиции сил обороны на Купенском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться. Поэтому командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям. Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона заявил и отметил, что враг на севере Харковщине проводит безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед, создать себе некий пояс безопасности и буферную зону. Но силы обороны остановили там оккупантов и взяли ситуацию под контроль. Сейчас они проводят контратакующие и наступательные операции против российского агрессора. Морские дроны Магура стали еще сильнее. Их вооружили ракетами, сообщил командир спецподразделения ГУР Минобороны Украины групп 13 с позывным 13-й. По его словам, одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Магура уже имеет на борту Р-73. Это ракеты советского производства класса «Воздух-воздух» с инфокрасной системой самонаведения. Оснащенные такими ракетами ударные морские дроны уже использовались во время боевых операций на Черном море. Такие разработки эффективны. Россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено. И оно будет давать свои результаты. Также в дроновых войсках Украины морской дрон «Сталкер». Его длина 5 метров. По данным телеграм-канала «Думская», в специальном отсеке, оборудованном в корпусе, он может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся наши силы обороны. Дрон может использоваться для целей разведки и патрулирования. Его скорость может достигать около 75 км в час. Он оснащен системой видеосвязи и управления на основе «Старлинк». Стоимость одного экземпляра – около 60 тысяч евро. Можно говорить о том, что украинцам удалось совершить невероятный подвиг. Они неожиданно победили в битве на Черном море. И это может стать знаковым достижением в летописи военно-морской войны, говорится в материале The Washington Post. Украинская сторона, не имея собственного военного морского флота, вывела из строя не менее трети Черноморского флота РФ. Прорвала морскую блокаду России и снова открыла Черное море для экспорта зерна. Сейчас объемы экспорта Украины приближаются к довоенному уровню, что стало огромным подспорьем для ее экономики военного времени. По сведениям журналистов, такой невероятный подвиг украинцам удалось совершить отчасти благодаря использованию мощных противокорабельных крылатых ракет. Но Украина также внедрила блестящие инновации, разработав собственные беспилотные надводные судна, которые могут охотиться на российские военные корабли волчьими стаями. Имагура В-5 и Си-Бэйби – это, по сути, беспилотные скоростные катера, которые могут быть начинены взрывчаткой и даже стрелять ракетами. Журналисты добавили, что морские дроны оснащены камерами и спутниковой связью. Они сделаны из материалов, которые трудно обнаружить радаром. И самое главное, они недорогие в производстве и не подвергают риску украинский персонал. Американский адмирал в отставке, бывший командующий НАТО Джеймс Тавридис, полагает, что мы находимся в абсолютной точке поворота в морской войне. Ведь большие надводные корабли подвергаются большому риску со стороны воздушных, надводных и подводных беспилотников. В то же время, украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина возглавляет технологический процесс в области беспилотников. А вот представитель ВСУ Илья Евлаши утверждает, что быстрого эффекта от истребителей F-16, которые должны поступить от партнеров, ожидать не стоит. Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты. Также нужно понимать, что Украина постепенно будет получать F-16, а для эффективного выполнения задач различной сложности необходимо много таких самолетов, говорит Евлаш. Отвечая на вопрос, может ли Россия сорвать своими ударами по аэродромам передачу самолетов Украине, Евлаш ответил, что проводятся все необходимые меры, чтобы этого не допустить. В то же время Франция за два года подготовит 26 украинских пилотов для F-16, сообщает издание Le Monde. Российский так называемый танк «Сарай» впервые затрофеяли украинские защитники в районе Клещеевки и взяли в плен его экипаж. Видео, которое датируется 17 июня, опубликовал телеграм-канал «Бросок Мангуста». Россия создает целые сараи над танками, чтобы уберечь их на поле боя. Такое бронирование принесло им прозвище «Черепах» или «Сараев». Черепаший панцирь был замечен на Т-72, Т-80 и Т-62. Однако такое наслоение имеет и большие минусы – замедление танка, ограничение вращения башни и плохая видимость. Как сообщает Forbes, пока у ВСУ не было другого оружия, кроме дронов, россияне использовали эти танки достаточно эффективно. Как только США возобновили поставки оружия, антидроновая защита танков россиян потеряла свою эффективность. Едва не развалилась на части российская подводная лодка «Казань», прибывшая накануне на Кубу. От ее корпуса начали отваливаться составные части. Россияне хотели провести эффективную пиар-акцию, однако стали объектом насмешек в социальных сетях. На опубликованных снимках военные эксперты заметили, что субмарина разваливается по швам. На кадрах видно, что безэховые плитки просто отвалились, и, судя по всему, заделывать их никто не намерен. Безэховые плитки – это звукоизоляционные резиновые или синтетические полимерные панели, которые изолируют корпус во время плавания. Диктатора Владимира Путина не позвали на саммит мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, и кремлевскому правителю остается только ехать в Северную Корею и Вьетнам. Об этом говорится в материале Bloomberg. Издание напоминает, что Северная Корея обладает одними из крупнейших запасов артиллерии и оружия, совместимых с системами советской эпохи, размещенными на передовой в Украине. При этом спутниковые изображения показывают, что поставки оружия набрали обороты после того, как Ким Чен Ин посетил в сентябре российские оружейные заводы. В то же время Москва и Пхеньян отрицают поставки оружия, несмотря на многочисленные доказательства того, что они происходят. При этом издание отмечает, что ставки на визит Путина во Вьетнам, скорее всего, будут меньше, хотя страны имеют связи, уходящие десятилетиями в прошлое из Советского Союза. Так пытались бить украинский флаг, что уничтожили вышку связи. В селе Безымянной Белгородской области россияне уничтожили сотовую вышку, оставив белгородчан без связи. Да нет, тут что-то не то происходит. Ранее 9 июня над Белгородской областью России неожиданно взвился украинский флаг. С нами заметили также на вышке сотовой связи. По данным очевидцев, желто-синий флаг прилетел в Белгородскую область с помощью дрона. В сети распространилось видео, на котором видно, как дрон устанавливает флаг на вышку. К данному часу у нас все. Спасибо, что остаетесь с нами. Увидимся в следующем выпуске.